В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здравия тебе, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем, кто нас видит, кто нас слышит. Сегодня мы с тобой не просто так в очередной раз встречаемся. Я думаю, какую-то интересную тему ты решил поднять и её обсудить. Какую же тему мы сегодня будем раскрывать? Какую тему ты сегодня желаешь донести до наших радиослушателей в раскрытом виде? Чувствую себя, как в фильме «День сурка». Ну ладно, повторяю. В каждом вопросе часто бывает скрыт ответ. Сегодня ты упомянул в вопросе слово «желание». И вот как раз про это и хотелось бы сегодня поговорить. Почему именно мне что сподвигло на это? Сподвигла меня небольшая притча, которая так и называется «регистратура желаний». В ней упоминается о том, что люди, желая, как им кажется, вполне хороших вещей, на выходе себе в жизнь притягивали совсем не то, чего они желали. И тем же, кто не любит читать притчи, можно упомянуть песню «Волшебник-недоучка», где тоже есть интересная фраза, что «сделать хотел грозу, а получилось домашнее животное с рожками». И маленько совсем не то, чего надо было этому магу-недоучке или волшебнику-недоучке, как она правильно называется. Такую передачу конкретно бы хотелось вот что обсудить. То есть у людей появляются какие-либо желания. И вот в интернете появилось много разнообразных роликов, которые показывают, как эти желания можно легко себе в жизнь притянуть. Там, наверное, многие или слышали, или видели фильм «Секрет». Там вот думайте, представляйте, то есть визуализируйте, и будет вам счастье. Но я вот сейчас со своего сегодняшнего мира понимания начал обращать внимание вот на что. Что желания с желанием, они, получается, рознь. И одни желания, они, по сути, понижают твою частоту вибрации, или, проще сказать, делают тебя хуже. Это обычные желания, такие «хочушки» своего тела. То есть вот я хочу того-того таблеток от жадности, но побольше, пожалуйста. Есть, я так понимаю, желания, которые, они, по сути, тебя не делают лучше, не делают тебя хуже. Это, скорее всего, наверное, желания естественных потребностей таких каких-то. То есть в защите, в безопасности, в крови, в идее. Но, опять же, в идее, которая будет именно необходима твоему организму в меру. И есть ещё, как я понимаю, другие желания. Это желания, например, как я сейчас вижу, желания, связанные с саморазвитием своим, с правильной реализацией в жизни, которые, они будут помогать тебе становиться лучше. И, помимо того, как ты будешь становиться лучше, ты, возможно, и будешь изменять мир вокруг себя в более лучшую сторону. Вот выскажи, пожалуйста, своё мнение по поводу того, ну, то, что я высказал по поводу желаний. Может, какие-то ещё у тебя есть пункты? И выскажи своё мнение по поводу вот конкретно этой визуализации, которая навязывается людям. То есть вот думайте, мечтайте, вот то, что вам надо, представляйте, и будет вам счастье. Может, тут тоже не всё так гладко, и есть какие-то подводные карты. Да, набросал ты вопросов кучу. Теперь давай попробуем разгрести по порядку, а ты меня будешь поправлять, если я что-то упущу. Начнём с того, что появилось очень много различных ресурсов, тренингов, семинаров, вебинаров, где людей учат тому, чтобы они через какие-то свои внутренние способности или применение внешних факторов или соединения того и другого достигали какого-либо своего желания. Кто-то желает денег, кто-то желает славы и денег, кто-то желает хорошую семью, славы и денег, и так далее, и тому подобное. Перечень всех вот этих вот желаний, наверное, мы оставим за кадр, потому что здесь он будет бесконечный. В общем-то, на первый взгляд, ничего плохого в этом нет. И умение достигать цели для человека – это очень важное умение и достаточно хорошее и правильное. Другой разговор о том, какую цель человек пытается достичь через те самые практики, умения, которые он получает в своей жизни. Если человек преследует какую-либо глупость, то на выходе тоже получится глупость. Если человек преследует какую-то видимость, то он получит тоже видимость, то есть виртуальность, и будет оторван от этого мир. Если же человек преследует цель, которая важна для его жизни с точки зрения его божественного проявления, Вот тогда, на мой взгляд, всё будет становиться на свои места, и всё будет происходить так, как надо. И никому он не навредит. Он сделает то, что ему необходимо сделать в этой жизни. И, в общем-то, всё будет хорошо и замечательно, как для него лично, так и для окружающих людей, для семьи, для родичей, для державы в целом. С этим ты согласен? Да, согласен. Если же человек просто, не понимая, что ему нужно, пытается исполнять свои «хочушки», то в этом случае для него, скорее всего, будут серьёзные проблемы, потому что он не осознаёт, для чего то или иное ему нужно в жизни. И в этом случае ему придётся расплачиваться за то, что он получает. Если это просто маленькая глупость, ну, в общем-то, никакого серьёзного для себя результата, плачевного, он не получит. Он просто потратит своё время, потратит свои силы. А если это какая-то внедрённая мысль ему, ну, например, богатство, которое ему не нужно на данном этапе, потому что он не понимает, что с этим богатством делать, он просто хочет быть богатым, или мужчина хочет поиметь королеву, в смысле, ну, жениться на королеве, вот, не понимая, что дальше будет и какую ответственность он на себя берёт, ну и так далее, так далее. То есть мысли навязаны, он за них цепляется, а что дальше он не понимает. То ему придётся расплачиваться уже своими ресурсами более серьёзно по своей жизни и, скорее всего, платить тем, кто это всё для него делает. То есть есть некие силы, как на стороне света, так и на стороне мрака, которые исполняют что-либо в этой жизни. Человек может взаимодействовать и с теми, и с другими силами, но в этом случае он что-то взамен должен отдавать. Просто так ничего в жизни человека не появляется и просто так не уходит. Если человек находится в божественной конве, то в этом случае тогда ему помогают светлые силы, а светлые силы не требуют возмещения, потому что их задача продвигать человека, создавать из него аза и исполнять ту программу света, которая для нас, для всех здесь существует. Если это тёмные силы, то у них другой подход. Они требуют взамен что-либо от тебя, какие-то твои ресурсы. Ты превращаешься в батарейку. Да, тебе дали конфетку, но за эту конфетку тебя отобрали в дальнейшем намного больше, нежели чем ты получил эту конфетку. Если ты женился на королеве, то в этом случае были построены огромные-огромные такие вот алгоритмы, длинные, вернее, не огромные, длинные алгоритмы взаимодействия людей, взаимодействия процессов и так далее. Ты стал королём, но при этом приобрёл ли ты счастье? Но при этом стал ли ты тем самым человеком, которым ты должен был быть? Достиг ли ты того, ради чего ты пришёл на эту землю? Ну да, король, да, корона, на уши жмёт, дальше чего? Королева, да, рядом с тобой. А тут оказывается столько проблем. И окружение королевы, и её родичи, и народ, который там с чем-то недоволен. Много-много проблем, это всё надо решать королю. И он думает, ёлы-палы, нафига мне такое счастье? То же самое с деньгами. Человек получает кучу денег, да, кучу денег открывает, как-то это загадал, кучу денег, полная кладовка, открывает дверь, оттуда деньги высыпаются. Что с ними дальше делать? Он начинает тратить и тем самым разрушает себя. Он начинает тратить, привлекает в себе внимание разных существ, разных людей. И эти существа и люди начинают каким-то образом взаимодействовать с ним. А потом он говорит, почему-то у меня от пули пистолета в голове дырка появилась. Кто-то на меня обиделся, потому что я что-то не то сделал. Что-то, может быть, я не то приобрёл. Может быть, я не так деньку отнаправил. Я ухудшил что-то. Вот это хочушки. За них придётся расплачиваться. Поэтому просто так заниматься какими-то силовыми практиками, какими-то магическими действиями, не понимая бытия нашего мира, устройства его, не понимая то, кто такой человек, для чего он здесь и что он должен делать, на мой взгляд, очень и очень опасно. Этим заниматься я бы не стал и настоятельно другим не рекомендовал. Только после того, когда вы понимаете, кто вы есть на этом свете, для чего вы здесь и что вообще нужно здесь вам делать, когда понятна цель ясна, ясные последствия и результаты, то есть вы относитесь ведически к этому миру, то только в этом случае, наверное, можно каким-то образом привлекать какие-либо силы. И в первую очередь это должны быть силы света, потому что здесь кидалова не будет. Если же вы попытаетесь применить тёмные силы, не обладая ещё и какими-то возможностями управления ими, то может возникнуть ситуация, которая очень хорошо рассмотрена в книге, ну там трилогия «Властелин колец». Когда все пытались этим кольцом власти завладеть, изменить мир к лучшему, но в конечном итоге это кольцо власти себе подчиняло, потому что не хватало силы у тех, кто им пытался завладеть, даже у, казалось бы, высшего уровня созданий, таких как эльфы. И оно, подчиняя себе, начинало разрушать это существо и разрушать мир вокруг него. И через вот такие, казалось бы, благие желания тьма причиняла себе всё и то существо, и всё, что вокруг него есть. Вот когда взаимодействие происходит со светлыми силами и вы находитесь на стадии становления, здесь необходимо своё эго немножечко поджать, потому что некоторые говорят, да я крутой всё. Так вот, необходимо поджать, кое-что осознать и начинать взаимодействовать со светлыми структурами. Потому что если вы ошибётесь, вас сомнут и вас подчинят. И тогда ничего доброго вы для себя и для своего окружения, для державы не получите. Ну вот такой предварительный ответ. Если есть точнение, пожалуйста, уточняй. Интересно получилось, когда ты начал рассказывать. Сначала мне пришёл образ «Цветик-семицветик», мультик у нас был. Там вот девочка поймала, вернее, сорвала цветочек, да, и как она вот сначала много-много игрушек, там весь город завалило, да, там ещё чего-то. Но в итоге, в конце, вот в этом мультике показано как раз, что не так важны материальные вот эти вот хачушки, да, а важно вот именно разумное, доброе, вечное. Когда она вот этого мальчика-инвалида спасла, вернув ему здоровье, да. И дальше образ пришёл уже, мультик был, по-моему, «Победить дракона» или как назвать. Там был сюжет такой, что жил-был дракон, который вот какую-то страну там он постоянно, значит, как назвать, одержал в страхе подчинения и оттуда выжимал все соки, всё богатство себе. И вот приходили отважные воины, чтобы его, соответственно, победить. Но почему-то каждый раз в итоге победу одерживал дракон. И вот пришёл туда как-то мальчик один, да, и вот хороший образ там показано, что, по сути, часто люди говорят, вот будут у меня деньги, да, и я изменю мир к лучшему. Но потом в итоге они не понимают, что всё энергия, всё сила. А если ты с этой силой не умеешь правильно взаимодействовать, то ты можешь стать её рабом. И тогда не ты управляешь деньгами, а не тобой. И в итоге, получается, из тебя делают очередного даже не дракона, такого слугу дракона, который просто вместо пользы делает ещё больше вред. По-моему, сказано у тебя, ну, всё верно. И ещё, знаешь, какой момент? Вот что скажи. Есть фраза, когда вот люди что-то желают, они, например, говорят так, я не хочу чего-то, да, ну, там, пусть нам болеет, да, например, да, или там, ну, в общем, какое что-то надо им, но они это произносят в частице «не». Вот есть фраза, что «не» для мироздания, как бы, она не учитывается. Вот, например, по буквице это «наша есть», да, вот как бы переводится. То есть ты говоришь фразу «я не хочу болеть», получается «наша есть болеть», то есть как бы «я хочу болеть». Вот твоё мнение о том, что помимо того, что надо взаимодействовать правильно со светлыми, но ещё когда их просишь, надо же просить тоже по-мудрому, а то «не хочу болеть», «на тебе, поболей маленько». Как ты считаешь по этому поводу? Я думаю следующее. Сейчас очень много уже было разборов на эти темы, употребление или неупотребление, не. Всё-таки русский язык, он достаточно, ещё пока его не сумели уничтожить, я надеюсь, что с нашей помощью не уничтожат, мы поднимем на нужный уровень русский язык в его образности. Мы сумеем переломить эту неприятную ситуацию и кое-что поправим. Ну а наши последователи доведут дело до конца, и он вернётся в то состояние, каким он должен быть. Так вот, он достаточно ещё образный. И каждый образ передаётся словом. Проблема в том, что люди слова не умеют использовать, они начинают применять синонимы. В русском языке синонимов не было, это иностранное слово. Нет похожих слов в русском языке, каждое слово уникально, потому что уникален образ. Здесь надо поднимать, наверное, ещё одну тему правильного применения русских образов через слова. Но поскольку это не тема сегодняшнего эфира, мы идём немножко дальше. Так вот, когда человек произносит какое-либо слово, он в мир выбрасывает некий образ. Этот образ закрепляется в этом мире. Ну, ты сказал слово «не болеть». «Не» в принципе образа не имеет. А вот «болеть» – образ какой-либо в голове, даже у человека, который не очень глубоко знает свой родной язык, или даже у иностранец, образ некий рождается. Если он говорит «не болеть», то получается следующее. С одной стороны «не» он отрицает, но с другой стороны что он отрицает? Он отрицает образ, который уже порождён. Он несколько его ослабевает. Получается, ну, не совсем болеть. То есть образ «болеть» уже вырвался, он уже существует, а дальше он куда-то должен прилипнуть. Ведь не просто так же он вышел. «Не», «не» он несколько его ослабевает. Ну, такой вирус недобиток получается. Поэтому, на мой взгляд, в данной ситуации, в данном случае, лучше всего не применять те образы, которые вам не нужны, а применять те, которые нужны, которые подходят к месту, которые укрепляют вас, которые создают в пространстве некую такую материнскую основу, матрицу, которая будет заполняться нужным для вас, для друзей, для родичей, для державы чем-то. То есть, выкладывая один плохой образ для вас, вы его чуть-чуть не загасили, но он всё равно существует. И чем чаще вы употребляете это, тем вот такая борьба происходит больше и больше. Но в конечном итоге всё равно этот образ создаётся, он не вполне какой-то вот явный, он просто присутствует, но он вот растёт, растёт, как эгрегор. И что с ним дальше будет, никто не знает. Куда он стрельнёт? В вас долбанёт? Вашего соседа, родича или ещё кого-то? Поэтому, на мой взгляд, вот такие сочетания всё-таки лучше оставить. И лучше всего применять прямые образы, которые будут цельны. Например, лучше быть здоровым. Понимаешь разницу, да? Лучше не болеть или лучше быть здоровым. Вот что в тебе отзывается? Или я здоров, да? Ну, нет, если мы говорим про лучшее, если мы говорим про лучшее, да? Вот. Естественно, что это можно заменить и повернуть так, как ты сказал. Я не хочу болеть или я хочу быть здоровым. То есть, не хочу здесь уже ослаблено, а слово болеть не ослаблено. Образ и тот, и другой выбросились. Хочу и болеть. Но не по каким-то образом здесь присутствует. А не проще сказать «Я здоров, я хочу быть здоровым, я желаю быть здоровым, я здоров, я оздоровляюсь». С другой стороны, всё-таки, опять же, учитывая, что русский язык, он достаточно образный, не в русском языке слышится. и поэтому, ещё раз говорю, оно отрезает то, что там есть, но может отрезать не до конца. И поэтому вот этот вот недобиток такой, образ отрицательный, плохой, он может присутствовать. На мой взгляд, всё-таки, лучше использовать прямые посылы, образы, созидающие, нежели чем разрушение, не с каким-то другим отрицательным образом. Ну, как-то так. Теперь ещё какой момент. Вот как понять, что желания, которые тебе в голову пришли, да, это именно твои желания. Вот у меня вот, я как-то размышлял, и по поводу, вот как там мысли передаются, принимаются, но у меня такой больше склад ума технический, да, и вот мне какая идея пришла. То есть, по идее, у нас, говорят, в мозгу протекают электрические импульсы, да, и там, где есть электрический ток, там создаётся электромагнитное поле. То есть, ну, вот даже, например, томограмму, да, снимают, то есть, вокруг тебя какими-то специальными датчиками ловят излучение вот эти вот, которые излучают твои нервные клетки головного мозга, да. Так вот, если представить, вот, ну, не знаю, кто там говорит, инопланетяне, инопланетяне, ну, если у кого-то способные на расстоянии снимать с тебя твои импульсы, то есть, подстроив, чтобы твою частоту, а дальше, например, задавать то, что необходимо им, какие, чтобы мысли появлялись, моделировать в поле вокруг тебя вот эти вот конкретные образы, да, а твой мозг, он будет просто, как это назвать-то, вот, воспринимать эту частоту, и в твоём мозгу будут соответствующие образы возникать, то есть, будут образы, привнесённые извне, но ты, вполне возможно, будешь считать, что это ты сам так подумал, вот, как, есть ли какой-то способ понять, что это твоё, а не внедрённое, желание твои, а не внедрённое? Мы как-то с тобой разговаривали, чуть-чуть касались этой темы, наверное, надо ещё раз её коснуться, дело в том, что большинство людей, наученные, приученные, всего лишь навсего хватать чьи-то мысли и без осознания этих мыслей просто их дальше транслировать. Некие устройства, которые сейчас в интернете и компьютерной технике присутствуют, Wi-Fi-устройства или какие-то другие, или радиоустройства, ретрансляторы, то есть, есть передатчик, есть приёмник, и если между ними связь не очень хорошая, если связь плохая, неустойчивая, то в этом случае ставится ретранслятор, в который от передатчика поступает что-то, потом он усиливает и далее распространяет, и приёмник получает, в общем-то, вполне качественный сигнал. Вот большинство людей являются всё лишь навсего ретрансляторами. Любая мысль, в них которая приходит, они её спокойно передают, не задумываясь о том, а нужна ли эта мысль им, для чего эта мысль им, что из этой мысли дальше в яве получится. И ещё следующий уровень, их поменьше таких людей, это те, которые уже не просто принимают мысли, а они настраиваются на какую-либо волну. Точно так же, как в приёмнике. Есть ручка настройки, её можно покрутить, по шкале найти нужную станцию и принимать то, что вам нужно. Хотите музыку, пожалуйста, музыку. Хотите вот такую музыку, пожалуйста, вот такая музыка. Хотите вот именно этого исполнителя, пожалуйста, вам вот этот исполнитель. По сути, это тоже ретрансляторы, но только уже более конкретно, более избирательно работающие с нашим эфиром. Следующий уровень — это когда люди не просто точно настраиваются на какой-либо передатчик, они способны уже перерабатывать мысли, дорабатывать их и отдавать в мир уже изменённые в каком-либо качестве. Я не говорю о плохих ретрансляторах, такие тоже есть, которые даже чисто мысль не могут передать. Я говорю об осознанном действии. то есть в первом и втором случае там может быть плохой ретранслятор, загрязнённым своим каналом, когда он эту мысль что-либо навешивает бессознательно. Просто вот шум в эфире, и он свой шум накладывает на то, что получил и кому-то отдаёт. Я же говорю про другой, третий уровень, это когда люди способны мысль обдумать, взвесить и передать первое тому, кому эта мысль нужна, второе, дополнить её, добавив какими-то другими мыслями, которые пойдут на пользу. То есть не просто шум заложить, а уже осознанно делать. И четвёртый уровень, это те люди, которые уже самостоятельно могут быть передатчиками, а не трансляторами. То есть они не просто принимают мысли, их транслируют, засоряют или усиливают, или обрабатывают и потом отдают. Они сами способны такие мысли порождать. К сожалению, таких людей я пока не встречал. Думаю, что всё-таки они есть. Но пока я встречал людей трёх уровней. Поэтому природа не терпит пустоты. Есть такое высказывание. и если следовать этому умозаключению, в нашем мире так или иначе пустота, которая есть в головах, чем-то должна заполняться. Так или иначе существуют потоки мыслей, которые эти пустоты заполняют. Естественно, ты правильно указал, на мой взгляд, что мысли, как и в передатчиках и приёмниках, они в голове, существуют и преобразуются, там по-разному можно эти процессы называть, при помощи электромагнитных связей, импульсов электрических и прочее, прочее, прочее. Там присутствует жидкость, присутствуют соли, присутствуют нейроны, и они между собой каким-то образом взаимодействуют, что-либо способны перерабатывать. По сути дела, мозг – это вычислительная, хорошая, природная машинка. Само собой, если можно снимать мысли при помощи каких-либо датчиков, то в этом случае следующий шаг – это снимать мысли можно будет без контакта. такие приборы, я уже знаю, они есть. На человека направляется какое-либо устройство, которое считывает удаленно, без контактно, причем не просто так в томограф ложишься, а удаленно, несколько метров, считывают какие-либо электромагнитные поля, которые образуются вокруг головы этого человека. и в этом случае, если правильно дешифровать полученные съемные данные, то можно в общем-то понять как минимум в каком состоянии находится человек и как максимум вообще о чем человек думает, что он хочет в данный момент, к чему он стремится. Датчики есть простейшие, датчики есть очень высокого уровня, которых само собой, если есть съем информации, значит есть и обратное действие передачи информации, то есть воздействие на человека. Такие опыты проводились и проводятся, начиная от воздействия на физическое тело, когда человеку становится некомфортно и он чувствует что-то очень плохое и раздражается и убегает с этого места. Это применяются такие приборы для разгона, к примеру, демонстраций или каких-то таких ненужных для правительств сборищ людей, так и те, которые создают вообще какое-либо состояние человеческого мозга, подавленное. И через это подавленное состояние человеку можно при помощи телевизора, средств массовой информации что-либо вкладывать. То есть подавлено волей, человек сам не способен мысли обрабатывать, ну, сердце места пусто не бывает, ему эти мысли вкладывают при помощи каких-либо зомбоустройств. И самый высокий уровень, опять же, о котором они говорят, это когда уже моделируются мысли без каких-либо средств массовой информации и эти мысли просто закладываются в голову человека. Так вот, чем ниже уровень осознанности человека, чем ниже баланс работы мозга как полушарий, так и нейронных связей, тем проще им управлять. Ну, другими словами, если животное более высоко развито, то в этом случае его заставить работать на кого-либо сложно, даже если его пинками гнать, заставлять работать. Чем ниже уровень животного, тем проще его куда-то направить. С животным высокоразвитым необходимо договариваться, необходимо ему показывать выгодность, необходимо иногда даже показывать, что из этого получается. А животному низкого уровня просто куда-то направлять, оно следует инстинктам, рефлексам, которые просто вырабатывать, то есть условным рефлексам. И в этом случае с ним просто поступать, его просто куда-то направлять. Примерно то же самое с человеком происходит, потому что человек так или иначе имеет животное начало. И чем ниже уровень осознанности человека, тем проще с ним таким образом поступать. Любое средство управления человеком или это непосредственное вкладывание какой-либо мысли в мозг, либо это подавление воли и привлечение средств массовой информации, либо это просто какая-то пугалка, неважно какая, любой из этих средств, они будут воздействовать на человека по-разному. тот, кто с высоким уровнем развития осознанности, тот будет очень просто справляться с этими воздействиями и все равно останется человеком. Тот, кто находится на низком уровне развития, у которого мысли крутятся только потому, что они приходят и более не почему, вот так вот пришли, крутятся, ушли, ну и до свидания, он не задумывается о жизни. Вот в этом случае на него воздействие будет оказываться достаточно просто и менее проблематично для тех, кто хочет его оказывать. И тем самым можно создавать какие-либо ситуации революционные или может быть наоборот те, которые, в общем, не буду уточнять, чтобы вопрос лишний не возникал, в общем, те, которые необходимы какому-то мировому может быть правительству или его представительством на той или иной части земного нашего шара или земли, или какой-то страны, или какой-то области. Вот примерно так. Так, и теперь смотри еще какой момент. Я замечаю, что есть, видать, все равно какой-то предохранитель мироздания, можно назвать защиту от клубца. То есть, что наши желания, они вот, не все наши желания исполняются. Один, например, хочет лето, другую зиму, один ночью, другой день, один жару, другой холод. Да, это все происходит где-то рядом. то есть, по большому счету, видать, есть какая-то ну вот именно защита, которая позволяет реализовывать желания только те, которые каким-то правильным образом посланы мирозданию. ты что-то про это знаешь? Желания есть разного уровня, разного воздействия на окружающий мир, на общество. поэтому и есть разные системы и уровни защиты. Есть уровень защиты вселенский, есть уровень защиты галактический, есть уровень защиты солнечных систем или звездных систем, есть уровень защиты земных уровней, есть уровень защиты человеческого такого варианта, но есть индивидуальные. Всё это называется просто защита от дурака. Само собой, существует свобода воли, но она проявляется очень интересно. Если человек хочет уничтожить мир, но это не входит в божественную какую-то программу, в божественные замыслы, то в этом случае гениально просто эта защита срабатывает. Человек уничтожит себя, поскольку он и есть сам мир. Но при этом окружающий мир не пострадает. То есть будут созданы условия для того, чтобы человек уничтожил сам себя, как мир цельный, своеобразный он сам. При этом его желание будет выполнено, мир будет уничтожен, но только не весь, а тот, который с ним связан, то есть он сам. Он перестаёт существовать в этом мире, и уже нет разницы, уничтожен ли сам мир, или уничтожен только он в этом мире, потому что взаимосвязь разорвалась, и этого мира для него больше не существует. Вот такой простой принцип. И если дальше рассматривать, то мы увидим, что это же работает и на всех других уровнях. Защита от дурака, она достаточно простая и действенная. При этом не нарушается свобода воли, но при этом ничего, ничто божественное, тоже не нарушается. Так? То есть смотри, по большому счёту, когда человек что-то желает, он посылает запрос, можно это назвать такое конструкторское бюро мироздания, эфирное, или как это назвать, вот этот план, где обрабатывают его запрос на целесообразность. И дальше какая штука? Если его запрос построен грамотно, то ему приходит ответ. И, кстати, вот ещё что тоже заметил. Если раньше применительно к себе, когда я что-то желал, происходило довольно-таки большой промежуток времени, то сейчас он сократился. Это вот с чем связано? С тем, что количество энергии, выделяемого нашему миру увеличилось? Или с чем? Ты с этим сталкивался вообще? У тебя два вопроса в одном вопросе получилось. Давай как-то разложим. Ну, давай вот, во-первых, первый момент. То есть как, надо, наверное, так сказать, как правильно всё-таки идёт последовательность, когда ты что-то желаешь. Куда идёт, обращаешься, чтобы понимать вот эту цепочку, да? И как приходит ответ, да? Понятно, понятно. Смотри, да, я тебя понял, первое. Значит, первое. Я уже говорил, что большинство людей являются только ретрансляторами. Причём ретрансляторами очень низкого уровня. Они транслируют вообще всё, что к ним придёт. И поэтому исполнения их желаний как таковое отсутствуют. Они всего лишь ретрансляторы. Кто-то сказал, что надо много денег – они бегут много денег зарабатывать. Кто-то сказал, что надо быть менеджером – они бегут менеджерами становиться. Кто-то сказал, что выгодно быть проституткой – они бегут проститутками становиться. Своего мнения и желания у них нет У них есть хочушки, навязанные кем-то Поэтому такие вот желания Они вообще не рассматриваются на каком-то высоком уровне Для этого есть вот эти вот системы защиты от дурака Очень низкого составляющего плана Который вот даже уровнем земным, наверное, назовешь Ну надо тебе, на, получай Если же мы говорим о чем-то более высок То там, да, могут рассматриваться Там подключаются целые институты, которые рассматривают Когда, зачем и как это воплотить И нужно ли вообще воплотить Мало того, с человеком разумным, осознанным Так или иначе происходит взаимодействие Как в эту сторону, так и в обратную сторону Когда идут уточняющие вопросы Помощь в том, чтобы разобраться Нужно ли тебе это или не нужно И если нужно, то как И в этом случае тогда Человек не сразу разумно начинает что-то выполнять А он начинает осознавать К чему это все приведет Поэтому на разных уровнях Разные структуры, которые так или иначе С человеком взаимодействуют Начиная от простых предохранителей И заканчивая уже более серьезными институтами Но то же самое, как и в жизни Ведь все сделано здесь по принципу И образу, и подобию того, что есть там Маленький ребенок обращается К воспитательнице, к маме с папой И они решают этот вопрос очень быстро Исполняя или не исполняя его Какие-то хочушки Купить игрушку, купить какую-то сладость Или что-то еще Сделать что-то вместе с ним Поиграть Все решается просто Когда это уже какой-либо школьник Средняя школа То тут уже подключаются другие системы Другие управления Школа, учителя, друзья Не знаю, там соседнего класса Может быть какие-то соперники Или соперницы Если это старшая школа Там дополняются уже новые какие-то Вводные Если это институт или работа Понятно, там еще что-то И здесь уже не решается На уровне папы с мамой Но, опять же Если человек где-то на работе В каком-либо институте Который работает условно На благо державы Создает какую-то глупость То в этом случае Начальник его отдела С этой глупостью разбирается Или коллеги Помогают ему разобраться С этой глупостью Чтобы больше ее не создавал Иначе она всему отделу вредит И отдел не выпускает того Что от них требуется Ежели он дает какое-либо Распредложение Которое На самом деле Способно улучшить Что-либо То, что выпускает отдел То в этом случае Может быть недостаточно Его коллег Или начальника отдела Может быть необходимо Обратиться к самому Главному инженеру Или к тому Кто управляет производством Или всем процессом То есть к директору А может быть настолько Значимая его разработка Что он уже Будет Вынужден Или его будут Вынуждены Перенаправить еще выше За пределы института Кому-нибудь там Министру А может быть Напрямую К руководителю страны Вот то же самое Здесь у нас Хочушки Хочушки Рознь И те Кто хочет И те Кто желают Они тоже Разнятся между собой По своему уровню Развития И представления Поэтому и разные Уровни Институтов Это все дело Рассматривают И естественно Разный идет ответ Хочушка примитивная Вот опускаешься сюда На уровень животного Желание высокое Полезное Рассматривают там И в отличие Единственное отличие Здесь Нашего бытия И той же самой Институтской структуры Земной От институтской структуры Космической Вселенской Тем что Эти все Хочушки Желания Слышны И видны сразу Поэтому фильтр Отбрасывает Все дырянь вниз А все что важно Поднимает вверх Помогает человеку Развиваться Примерно так Первая часть вопроса Ну и вот Про скорость Значит Вот обработки Вот этого Твоего запроса Мирозданием И получения Тебе какого-либо Ответа Я так понимаю Она выросла Вот твое мнение Это так И почему Да На мой взгляд Она выросла Причем выросла В разных На разных уровнях И на уровне Человеческом И на уровне Вселенском Даже человек С очень низким Уровнем Осознанности Взамен Своей Хочушке Получает Быстрое Исполнение Которое Ему же Как правило Или его Родственникам Бьют по башке Другое дело Понимает Этот человек Или не понимает С низким уровнем Осознанности Способен ли он Осознать То что происходит И то же самое Происходит С высоким Уровнем Развития Человек Который Находится На более Высоком Уровне Развития Он также Начинает Замечать То Что его Мысли Стали Быстро Воплощаться В жизнь Вот он Что-то Пожелал И оно Приходит Но Отличие Низкого Уровня Развития От высокого Уровня Развития В том Заключается Что Первый Низкий Уровень Развития Не может Осознать Почему С ним Это Происходит Он Не может Построить Связь Хочушек И то Что происходит Нет Вот этих Связей Причины Следствий В его Голове Он Не Понимает Он Начинает Злиться На Окружающих Почему Так Плохо Все Происходит Почему Ему Так Напасть Почему У него Так Все Плохо Со С Уровень Осознанности Тем Первое Быстрее Это Все Исполняется Почему Потому Что Мысли Становятся Более Верными И Правильными И Упорядоченными Человек Себя Приучил Уже Это Делать Он Выработал Условный Рефлекс Правильно Мысли И Поэтому Мысли Не Надо Корректировать И Уточнять Их Можно Быстрее В Жизнь Проводить И Если Человек Учится Он Осознает Что Он Учится То В этом Случае Результат Сразу Проявляется Чтобы Человек Осознал На Пользу Это Пошло Или Не На Пользу Если Он Пендаль Чувствует Волшебный Значит Сдел Что Что Не То Значит Где Тормознулся Если Он Чувствует Удар В Лоб Граблями Значит Это Уже Было И Он Повторно Начинает Проходить По Тем Ж Граблям Если Он Чувствует Что Земля Резко Подпрыгнула Ударила И Он Так И Заснул Стоя То Это Говорит О Что 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 Вообще В Жизни Происходит Не Так В Все Все Начало Исполняться Быстро Но Проблема В том Что На Нижнем Уровне Есть Предохранители Есть Закономерность Непонимания Причинно-следственных Связей Почему Все Происходит Более Высокий Уровень Осознанности Он Как раз И настроен На то Чтобы Учиться Поэтому Он Что-то Способен Понять Ну Как-то Так Так Ну Еще В завершении Что Вы Скажи Пожалуйста Свое Мнение Как Научиться Мыслить Вот это Желать Правильно Почему Нужно Мыслить Все-таки По-добру И еще Раз Смотри Вот Этот Момент Ты упоминал Что На людей Идет Воздействие Бывает Извне И вот При Разном Твоем Уровне Когда Ты Грубо говоря Как эгоист Живешь На тебя Это Идет Воздействие Или Ты Идешь Все-таки На Постезе Более Высокой Будет Ли Какая-то Разница Для того Кто На тебя Это Воздействие Оказывает Для тебя Самого Вот В чем Разница То есть То есть Первый вопрос Это значит Как По твоему Умнение Все-таки Правильно Научиться Желать Чтобы Это Добром Было К тебе К Семье К Народу К Державе И Второй Пункт Это Именно Уровень Твоего Собственного Развития Как он Влияет Когда На тебя Пытаются Извне Воздействовать Как Влияет На тебя И На того Кто Воздействует Хорошо Давай Значит Эти вопросы Разделим Ты Второй Вопрос Задаш Когда Отвечу На Первый Итак Первое Я уже говорил Что У человека Все Устроено Примерно Однотипно Что Мышцы Что Мысли Они Подчиняются Простому Принципу Принцип Взращивания Наращивания Закрепления Естественно Не сами Мысли Здесь Оговорчик Надо Сделать А То Что Мыслями Управляет То есть Мозг Человек Как и Любое Животное Все Таки Надо Учитывать То Что Физическое Тело Относится К животному Миру Существует По тем же Правилам Что И Сами Животные То есть Есть Возможность У человека Настраивать Себя Подстраивать Себя Подо Что-то И Вырабатывать Условные Рефлексы То есть Условные По каким-то Условиям Наработки Один из главных Таких Условий И Наработок Это Приучение Себя Качественно Мыслить Мыслить По добру Если Человек Осознал Что Добрые Мысли Это Полезно И Если Этот Человек Хочет Пользу Получить От этого Своего Мира Пребывания Здесь То есть От своей Жизни В этом Случае Он Напрямую Будет Заинтересован В том Чтобы Себя Приучить Выработать Так называемый Условный Рефлекс Правильно Хорошо По-доброму Мыслить На занятиях Я рассказываю Про то Как включить Царя В голове Для того Чтобы Царь В голове То есть Вы Сами Через Как проявление Высшего Я Вернее Так сказать Начинали Управлять Входящими В вас Мыслями То есть Настроить Приемничек И научиться Хотя бы Фильтровать Нужно Не нужно Нужно Не нужно Второй Уровень Это Трансляция Мыслей Нужно Ее Отдавать Не нужно Ее Отдавать И Третий Уровень Это Научиться Мыслить Обрабатывать Трансформировать Обдумывать Создавать Что-то Новое Дополнять Чем-то Как Художник Нарисовал Добавил Красок Получился Шедевр А не Просто Ляп Тяп И На улицу Вот Задача Включить Царя В голове Как Это Сделать Здесь Целый Семинар Надо Проводить И Те Кто Не смотрел Посмотрите Родовую Нить Как Жить Без Страхов Там Две Версии Есть Я думаю Может быть Третью Пора Выкладывать Где Более Мягко Все Рассказывается Потому Потому что Вопрос Вопрос Много Приходит Но Там Мы Касаемся Самых Основ Что Такое Страх Почему Страх Нам Мешает Как С Этим Делом Быть И Как Вообще Избавиться От всех Страхов Так Вот Первое Необходимо Ну Если уж Совсем Упростить Представить Что Вот Тут У вас Находится Некий Сосуд Через Который Происходит Взаимосвязь С окружающим Миром И Прежде Чем Вы Что Либо В мир Отдаете Вы В этот Сосуд Направляете И Потом Когда Направляется Этот Сосуд Вернее То Что Там В него Помещено Принимает Решение Нужно Вам Это Или Не Нужно Будет Ли Это Полезно Или Не Будет Это Полезно И Если Не Полезно То Будь Любезен Обратненько В себя Переделай Уничтож Что Нибудь Сделай И Опять Посылай На Проверку Вот Этот Сосуд Вот Эта Капсула Есть Представитель Высшего Я То Есть Царь В голове Психологически Это Может Выглядеть Если Убираем Эти Эзотерические Мистические Представления С точки Зрения Психологии Досчитайте До Пяти И Потом Задайте Еще Раз Вопрос Прежде Чем Отдать Это В мир Нужно Вам Это Или Нужно Принесет Это Пользы Или Не Принесет Может До Десяти Придется Досчитать С точки Зрения Психологии Все Просто Но Психология Не Дает Объяснений Как Это Все Работает До Конца Если Мы Говорим О Существовании Высшего Я А не Просто О физическом Теле То В этом Случа Тогда Вот Как Раз Царь В голове Или Представитель Вас Ваше Высшее Я Как Царь В голове Будет С Вашим Участием Все Это Передумывать И Жизнь Станет Проще Вы Не Будете Мусорить Окружающий Мир Всякой Дрянью И Гадостью Которая К вам В голову Приходит Это Вот То Самое Необходимое На Сегодняшний Момент Любому Человеку Чем Любой Из Нас Должен Уметь Пользоваться Что Он Должен Уметь Делать То И Включайте Царя В голове С Точке Зрения Психологии Хотя Особенно Когда У вас Что-то Кипит Бывает Такое Прям Все Закипело Хочу Срочно Отдать Надо Этому Мерзавцу Или Этой Дряни Что-то Высказать Подумайте Что Это Вам Даст Что Это Принесет Какой Будет Результат Какая Будет Реакция Того Кому Мы Это Говорим Если Ничего Хорошего Может Быть Не Надо Так Именно Говорить Может Быть Надо Каким-то Другим Способом Донести Поставить На место Человека Ведь Можно По-разному Можно Подойти И Дать Ему Лоб Человек Не Поняв За Что Ему Дадут Лоб Поднимется И Начнет Вас Колотить Можно С Нем Начать Ругаться То же Самое Человек Станет В Оборону Не Будет Понимать Почему С Нем Ругаете Он Будет Просто С Разосмотрение Ситуации Донести До него Что-то Чтобы Он Понял Ведь Ваша Задача Чтобы Он Больше Так Не Делал И Если Вы Осознанно Это Понимаете Если Вы Это Делаете Осознанно То Тогда Вы Будете До Него Доносить Знания И Понимание А Не Просто С Нем Ругаться То Какая Ваша Задача Ругаться Драться Или Все-таки Изменить Ситуацию Чтобы Говорить Сейчас В современном Вот как Мы Говорили Понятием Это Делать Добро И Делать Радость Жизни Жить Полноценной Жизнью Ну вот Как-то Так Если Коротко Так Ну и Смотри Вот Вторая Часть Которая Была В вопросе Это Можно Так Сформулировать Если У кого-то В желание Входит Оказать На вас Воздействие Да И Вот Он На вас Это Воздействие Пытается Оказать Так Вот Какой Будет Результат Вот Такого Взаимодействия Его И Вас Если Вы Находитесь На Его Уровне Развития Да Там И Где-то Ниже Где-то Выше Можешь По этому Поводу Высказать Для Обеих Вернее И для Одного И для Второго Понятно Да Есть Разные Уровни Осознанности И И Исходя Из Этого Будет Разный Результат Взаимодействие Или Невзаимодействие Оказание Давления Или Не Оказание Давления Если Сверху Что-либо Направляется На Более Низкий Уровень То Скорее Всего Высший Уровень Продавит Своё Желание Свою Необходимость В отношении Того Кто Ниже Его Если Это По Светлому Пути То Тогда Это Будет Без Насилия Это Будет По Доброте По Осознанности То Есть По Любви Если Это Более Низкий Уровень Но В своём Энергетическом Составляющем Таком Объёме Он Будет Мощнее То Это Будет По Печени А Не По Любви И В Первом Случа Если Это По Добру И По Божественному То Ничего Страшного Здесь Не Произойдёт Вы Исполните То Что Необходимо Исполнить Находясь На Более Высоком Уровне Направите Того Кто Находится Пока Ниже По Осознанности В Какое Либо Светлое Русло Для Исполнения Какой Либо Божественной Задачи Без Насилия Если Если Человек Находящийся Выше По Своему Физическо Энергетическому Прокаченному Составляющему Но С Тёмной Стороны Со Стороны Мрака Или Пекла Это Сделает То Он Продавит Но Создаст Агрессию Потому Что Он Нарушит Свободу Выбора Свободу Воли Если Взаимосвязь Такая Близкая На одном Уровне Находится То Здесь Могут Бодания Могут Сражения Опять же Со стороны Света Или Со стороны Тьмы Кто-то Что-либо Делает Со стороны Света Скорее Всего Будет Установка Взаимосвязи Строительство Державного Мировоззрения И Создание Чего-либо Полезного Для Себя Любимого Для Своей Семьи Для Ближайшего Окружения Для Общества Для Державы Если Это Демонический Хотя Не Наши Словы Демонический Но Оно Понятно Демонический Уровень Пекельный Уровень Где Просто Накаченные Мускулы Энергии Силы Начнется Взаимодействие Там Будет Бодание Двух Баранов Кто Кого Победит Ну Тот Будет И Прав У Кого Зубы Крепче Длиннее У Кого Когти Острее Длиннее Тот И побеждает Ну Может Тот Хитростью Возьмет Вот Если Ж С нижнего Уровня На Высший Пытается Взаимодействовать То Опять же Надо Рассматривать Низкий Уровень Что Мы В 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 Ст В Понимание Мира То Есть К Высшему Даже Если Это Будет Желание Как Подвинуть Верхнего К Чему Либо Это Непонимание Почему Высший Так Себя Ведет Это Означает Что Человек На Светлом Пути Но На Низком Уровне Не Понимает При почему он так ведет, это будет такая вот, ну что ты делаешь, ну как так можно, ну давай сейчас мы весь мир осветлим, а то, говорит, спокойно, спокойно, мы этого делать не будем, это не наш метод, люди сами должны дойти, мы создаем условия. Ну как же так, вот они, это у них такой разговор, то есть это просьба в разъяснении, а что же получается, почему ты такой крутой, продвинутый, почему всех не бежишь спасать, почему ты сидишь ровно на стульчике и ничего руками не делаешь, почему не берешь полено и не загоняешь всех в светлое будущее. И это, еще раз говорю, просьба для высшего уровня осознания с уровня низа разъяснить ему ситуацию. И тот, кто находится на верхнем уровне, он разъяснит ситуацию вполне хорошо и замечательно. И тот поймет без насилия, через осознанность и немножечко поднимется выше. Тем самым будет взаимовыгодная такая вот ситуация возникнет. Оба достигнут какого-то нового уровня взаимопонимания, развития своего, осознанности. Это на самом деле выгода светлая, не темная выгода, которая выгодна, чтобы мне в кармане больше прибавилось, потому что у соседа убавилось. Нет, когда обогателись все, выгодно всем, полезно всем, добро получилось всем. Если же с темного низкого уровня, то есть энергии вроде есть, он что-то там поднакопил, и он пытается давить на того, кто энергии имеет более высоких. Но тут просто в ответ развернется, его придавит и все. А если происходит давление на высокий уровень светлый с темных, вот тут тогда происходят удивительные, уникальные взаимодействия. Человек, который находится на высоком уровне духовного, душевного, осознанного развития своего, осознанности, и он находится в божественной конве, в божественном представлении в этом мире, в божественной программе, на него невозможно как-то повлиять. Это примерно то же самое, как в стену из трубочки плевать горохом. Вот до стены горох вроде долетает хорошо, потом от стенки отскакивает, и на этом все заканчивается, стенка крепкая, и ничего не происходит. И, как правило, эти горошины сыпятся с разной скоростью, с разной силой на того, кто их плевал, на того, кто находится выше. Если же человек выбирает уже не горошины, а что-то более серьезное, желание проломить стену, то к нему возвращается вот это более серьезное что-то, и оно может уничтожить человека. Но самое интересное следующее. У нас иногда люди все-таки, к сожалению, даже находясь на высоком уровне осознанности, пробиваются различной самостью, гордыней. Они думают, что все, бога за бороду они уже схватили, они уже крутые, круче только тучи, все нормально, все хорошо. И вот эти вот лавры, медные трубы делают свое неприятное дело. Они иногда человека оставляют в видимости благости, в видимости какого-то высшего сознания, но при этом его внутренняя гордыня начинает там взращиваться, начинает прорастать, и остается снаружи только обертка благости, обертка света. В этом случае вот тогда усилия даже с низкого уровня, я уж не говорю про равный уровень тьмы, или чего-то еще, или мрака, или демоничества, оно пробивает эту обертку. И человек вдруг, казалось бы, светлый такой, довольно счастливый, начинает испытывать множество, множество проблем. Подводя итог сказанному, если вы просто себя считаете светлым, пушистым и красивым, но при этом таким не являетесь, вас пробьют. Если вы являетесь светлым на самом деле и находитесь в божественном промысле, в божественной программе, то в этом случае вас невозможно ни пробить, ни уничтожить. И тот, кто пытается сделать какую-то гадость, он на себя привлекает кучу проблем, потому что он пытается связаться с тем, что ему непонятно. Он пытается связаться с любовью и с божественной силой. А любовь для демонического мира, для пекельного мира, это очень серьезная неприятность. Они ее не понимают, но силы против нее у них нет. Вот как-то так. Благодарю богов наших светлых, предков наших славных и тебя за интересную беседу. Быть добру, как ты говоришь. Благодарю тебя за то, что ты поднял эту тему. Благодарю тебе за то, что ты со мной столько времени потратил своего драгоценного. Надеюсь, наша беседа в очередной раз будет интересна нашим слушателям и зрителям. Мы получим определенного объема комментариев, которые не будут просто «А, фигня!» или «Ой, как здорово!», а будут рассказывать «Почему фигня?» или «Почему здорово?» И отсюда мы будем уже отталкиваться, когда ты задумаешь в очередной раз побеседовать на какую-то очень важную, интересную, но во всяком случае для тебя и, надеюсь, для наших радиослушателей и зрителей тему. Еще раз благодарю тебе, благодарю тебя. Говорю сразу о двух понятиях. Понятном и не очень понятном современном. Также передаю пламенный привет всем нашим слушателям и зрителям. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. Увидимся и услышимся. До новых встреч. Быть добру! Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok